Актёр и режиссёр Жан Дос Айбасов созрел на серьёзный шаг к своей личной жизни. После четырёх лет гражданского брака его свадьба, похоже, не за горами. Об этом и о многом другом актёр рассказал в программе «Если честно». Период, когда мы с Маришкой начали встречаться, как раз это тот такой период был самый сложный для меня. Твой? Четыре года назад. И этот период сейчас прошёл. И всё это время она была со мной рядом. И скоро всё будет. Жан Дос Айбасов готов проявить свою бизнес-хватку и открыть своё дело. Финансовую стабильность в актёрской стезе не обретёшь, признаётся он. Откладывать деньги – это тоже важно. И вообще надо открывать свой бизнес. Какой-нибудь частный. Он может быть маленьким, большим, маленьким. Не важно. Надо открывать что-то своё, над чем я сейчас и работаю. Да. Потому что я, насколько знаю, кино, оно нестабильно. Ты как сидишь на бочке, блин. Пусть каждый профессионал занимается своим делом, заявляет Жан Дос Айбасов. Поддерживать певцов, снимающих кино, энтузиазмом он не горит. Да и сам актёр признаётся, что не поменял бы режиссёрское кресло на микрофон. Если ты сам заметил, многие певцы начали с кино снимать. То есть они на это смотрят, как на заработок. Ну, не знаю, наверное, многие там есть ребята, которые там всегда всю жизнь хотели. И у меня, например, нет желания петь. Какой совет дал актёр молодым на пути к своим целям? Что больше всего удречает актёра в молодом поколении? Как будто кто-то им вот так вот принесёт и подаст. Вот так вот. Ну, это неправильно. В общем, читать надо, знать надо, работать надо, побольше надо работать. Если малый, ещё надо работать. Пока молодой, это надо делать. Ну и, конечно, среди наших ребят есть и этот молодцы. Есть молодцы. Есть, которые прямо сейчас готовы у тебя съесть, знаешь, у которых есть прогресс. Почему Жандос Айбасов отказался сниматься в клипе Григория Левса? Знает ли актёр себе цену? Готов ли актёр сыграть в откровенных сценах? И как он относится к Уятменам? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в программе «Если честно». Заходите на нашу официальную страницу на YouTube-канале и смотрите полную версию диалога с актёром и режиссёром в программе «Если честно». Продолжение следует...